В начале 30-х годов нынешнего столетия два физика, Мейснер и Аксенфельд, обнаружили у сверхпроводников эффект, который носит их имя, эффект Мейснера-Аксенфельда. Мы продемонстрируем эффект Мейснера-Аксенфельда следующим образом. В пенопластовую кювету вложен поролон, и в поролоне уложены два цилиндра из сверхпроводящей керамики, из керамики состава ИТ-3, БАРИ-2 КУПРУМ-3О7, которая при охлаждении ниже 93 кельвинов становится сверхпроводящей. Сейчас вся система находится при комнатной температуре, и цилиндры находятся в своем нормальном состоянии, обычном, не сверхпроводящем состоянии. Цилиндры касаются вдоль своих образующих. Сейчас в ложбинку, образованную двумя цилиндрами, уложен магнит. Это сильный магнит из сплава Самария с кобальтом. Сейчас он покоится в этой ложбинке на поверхности обоих цилиндров. Уберем магнит и охладим цилиндры ниже критической температуры. С этой целью мы будем заливать внутрь пенопластовой кюветы жидкий азот, температура откипения которого при нормальном атмосферном давлении составляет 77 кельвинов. Будем постепенно охлаждать цилиндры. Ну вот, цилиндры охладились до 77 кельвинов. Азот кипит, но не очень бурно. Попробуем сейчас расположить тот же магнит над цилиндрами. Вы видите, магнит висит над цилиндрами. Когда я подносил магнит к цилиндрам, то при этом в цилиндрах возникли индукционные токи. И поскольку в сверхпроводящем состоянии вещество является идеальным диамагнетиком, магнитное поле токов, текущих по цилиндрической керамике, по обоим цилиндрам, вытолкнуло магнит из магнитного поля. Сейчас сила отталкивания магнита от цилиндров, по которым текут токи, и создают свое собственное магнитное поле. Эта сила отталкивания равна весу магнита. Заменим магнит из Самарии Кобальт другим магнитом в виде колесика из сплава Ми-1,2, железо-14 Бор. Вы видите, что колесико висит над магнитами. Мы можем его покачать. Вот мы видим, как оно качается. Мы можем попытаться закрутить это колесико. Оно, не касаясь магнитов, крутится в магнитном поле. Оно будет крутиться до тех пор, пока температура керамики ниже 93 кельвина. Пока по керамикам, по этим керамическим цилиндрам течет ток, обусловленный их сверхпроводимостью. Продолжение следует...